Вы не знаете откуда воруют? Воруют с головы. Голова, кстати, не обязательно в Москве. Сейчас я немного объясню, а вы подумайте. 100 машин в день типа борются со снегом. Каждый день город теряет полмиллиона. И это только солярка. Просто помножив на 30 и на 5 и того 73 миллиарда в сезон. Вот вам небольшая, но экономия в 130 рублей на каждого пенсионера в месяц. И она контролируется легко. Кастрацию можно придумать и для бюрократов. Тысячоночек 5. Выкинуть на улицу зарплаты от 40 тысяч. И вот вам дополнение к пенсии 1530 рублей. Это делается легко, как во всем мире. Там на работу для людей принимаются только грамотные специалисты, получающие уважение от людей, а не высасывающие у них деньги. Цена нового трамвая. Никому не нужного, по сути, 8 лямчиков. Вы когда на них катались? Да никогда. По сути так, вот таких 10 мы еще решили прикупить. А это еще 80 миллиончиков. Или закатать весь город асфальтом и пустить в нашем небольшом городе электробусы или троллейбусы. Один хрен в сад на трамвае не приехать. А удовольствия для горожан будет-то побольше. Не колбасить на трамвайных переездах машины. Так вот объясняю, что любой электроавтобус это всего полтора миллиона рублей. Ну давайте два. Взять их и не более. В лето перекатать и заасфальтировать все улицы. И вот вам экономия. Пробок не будет, представляете? Целиком трамвайные пути заасфальтировать. А плюс к пенсионерам. И это 1300 рублей в месяц. К слову, такси есть. Пусть себе и покупают. Разницы в цене горожане не заметят. Зато удовольствия будет больше. Ну, товарищи мои, как не ломануть нашу обслугу-то? Да легко. Пару тысяч и вот вам нет новых коттеджей. Нет. Обломайтесь. Еще для пенсионеров экономия в те самые 2000 рублей. Жесткий накат на магазины. А это и есть работа депутата. И по сути это либо правильный интернет, либо заплатив массенькую сумму в 25 тысяч долларов за это, ну максимум 2 миллиона рублей, и мы покупаем свой канал, где всем правильно показываем магнитогорскую суть вопроса. А как? То есть внедрив своих людей в гору Думу 5000 рублей экономия для пенсионеров каждый месяц. И это просто сделать то. Это, конечно, не идеал, но, извините, хватит давить тех, кто сделал все, все, все для вас. Так хоть потихонечку и мы должны понимать, что пенсионеры у нас ведут малость-таки оседлый образ жизни, а мы дадим им возможность получить большее удовольствие, затянутое у них нашим правительством. Так, может быть, будем работать с нашей главой? Вы, кстати, часто общались с депутатами? Я думаю, что нет. Это не ваши депутаты. Эти депутаты пилят ваши деньги, а вы не видите. Так вот, есть такая партия, это коммунизм. Эта партия работает для людей. Отсюда и надо выбирать наших представителей. Это можно сделать, начав с местной власти, вернув выборы мэра или главы. Достали меня пиндосовские или демократические слова. Дальше круче, дальше Госдума и нормальный глава города. Глава от народа с уважением к комбинату. Без комбината, извините, магнитки бы не было. А вот когда вы выбираете Госдуму, мы вернем и возврат пенсии. И вот тогда коммунисты от жизни вернут разворованное за 30 лет. Хватит воровать не вами сделанное. Потому как воровство в России – это космос какой-то. Без воровства. И вот вам нормальная зарплата. 140 тысяч рублей. Для всех, товарищи мои. Нормальное налогообложение для тех, у кого миллиарды. Замечательная пенсия в 40 тысяч рублей. Остановка инфляции. Да и многое другое. Вот только работать надо сейчас. Выкиньте и посмотрите, что я вам в принципе сделал. Я вам продемонстрировал нелюбимую мною по жизни математику. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.